Культ, 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 культ поход. В Кирове 12 часов и 5 минут начинается программа Культ поход, передача, в которой вы не только можете получить интересную и полезную информацию о культурных мероприятиях, которые проходят в нашем городе, но еще и выиграть различные призы. Все как обычно, в прямом эфире 211-101, номер нашего телефона, Когда наши гости будут задавать вопросы, внимательно их слушайте, звоните, отвечайте и получайте те самые призы. Ну и, конечно, вас приветствует Светлана Дождевых. И Владимир Сметанин. Да, заканчивается март, на носу 1 апреля. Не только День смеха, не только Международный день птиц, не только День рождения коньяка, и не только День пробуждения домового, но еще и День рождения Центра современного искусства Галерея Прогресса, о котором мы сегодня и будем говорить. Да, и у нас в гостях сегодня в студии создатели Галереи Прогресса Дмитрий Шиваев и Наталья Пушков. Здравствуйте. Здравствуйте. С Днем рождения вас. Спасибо, добрый день. Подарки уже начали дарить? Ну, вообще, вы знаете, прекрасная Татьяна Бушмельева сказала, что, посетив нас неоднократно, в начале нашего пути, лет 10 назад, она сказала, что, Дима, жить в среде искусства – это величайший подарок самому себе. И подвиг, наверное. Конечно. Героический поступок. Да. Современное искусство, да, в том числе, да? Да, я хотел бы маленький комментарий внести. Вот так получилось, что в 2011 году я был куратором Кировской области современных проектов. В Перми был замечательный фестиваль «Белая ночь в Перми». И одни из кураторов в начале пути, они говорят, ну, только не обижайся, мы про Киров тебе прокомментируем, вдруг тебе пригодится. Ну, если… Я говорю, что такое? Они говорят, ну, вот если вы хотите вернуться в прошлое, то тогда вы приезжайте в Киров. В этой фразе есть и плюсы свои, но есть… Вот для нас, как для людей, которые занимаются современным искусством, есть минусы. Поэтому мы хотели бы, собственно, изменить с Натальей и насколько получается судить нашей аудитории и публике, вносить изменения культурные в контексте современного искусства. В общем, вопрос про подарки остался неотвеченным. Да, так как как-то грустно сразу стало в начале. Если уже подарки. Ну, или непосредственно завтра, наверное, будут, да? Главный подарок… Самый день рождения. Ну, это правда. Я субъективно про себя, но главный подарок для меня то, что я могу жить в этой среде, общаться с художниками, артистами, музыкантами, с разными людьми. Это главный подарок, который впоследствии меняет тебя. А что может быть дороже для самого себя, когда ты изменяешь свою жизнь, ну, как минимум, интереснее, а как максимум ты становишься лучше сам? Жизнь в искусстве. Конечно, да. Ну что, завтра, в субботу, 1 апреля, будет отмечаться 13-й уже день рождения галереи «Прогресса». У вас составлена праздничная программа особая, и сегодня мы ее будем презентовать нашим слушателям и приглашать их, соответственно, посетить. Сейчас подробно пройдемся по списку мероприятий и сразу же про возрастное ограничение нужно сказать. Кого ждем на данном мероприятии? Ну, только что мы с вами договорились, что 12 плюс на выставку мы, на всякий случай, может быть, и меньше, но договорились, пусть так будет. 12 плюс, все остальные 6 плюс. 6 плюс. Соответственно, можно с семьями приходить, прямо с детьми, брать. Мне понравилось высказывание, я не помню, кто-то вот тоже в Вятке высказался, спросили, что такое культура. Он говорит, культура — это когда дети, родители и бабушки могут приходить на одно событие. Вот это культурное событие, когда всем комфортно. То есть, в первую очередь, объединение поколений. Хотя, по идее, бабушке и подростке угодить сложно, но у нас приходят люди. И, в принципе, вот определение культуры для меня. Ну, основной контингент — это молодежь и пожилые, те, кто ходят по выставкам. Молодежь — это те, кто еще не обременен, а пожилые — это уже те, кто уже не обременен. Вот этим нашим нарзанам жизни, так скажем. Все у вас начнется завтра в 11 часов. Да. Давайте уже переходить непосредственно к наполнению. Да, презентация школы граффити и куратор проекта граффити, художник Дима, как правильно... Мич. Мич, да, Дима Мич. Вот что за школа граффити и как будет происходить презентация. Наверное, что-то будет создаваться, да, прямо при зрителях. Вообще, мы открыли галерею, на самом деле, с выставки куратором, который был идеологом Максим Сидорович. Называлась «Вядьков Станька». Это был жанр искусства граффити, стрит-арт. Своебразный салон отверженных. Да. И... Макс Сидорович, да, может быть, напомним, его граффити до сих пор можно увидеть в парке Аполло. Да, это ведь его... И не только, Аполлона, да, шикарная работа Аполлона. Потрясающая, да. Одна из его работ. Ну, видно уровень академических художников сразу. Это приятно. А судьба его известна вам сейчас? Ну, как настоящий художник, он... Сторонится от того, что его отвлекает от главного. Вот, он выбрал для себя такой путь. Но его работы говорят с любым посетителем нашего прекрасного города в разных его частях. В основном в старой части города. Итак, что будет в рамках этой школы граффити происходить? Вы знаете, мы поняли, очень важно, чтобы изменить немножко позицию отношения к этой культуре в Вятке. И как вот мне, в свою очередь, мой друг и наставник, учитель музыки сказал, что вот я тебе руки поставлю буквально там, ну, две недели, а головы я тебе буду ставить годы. Вот мы хотим поставить людям, детям, подросткам, скажем так, наполнить их действием... Действием смыслом, опытом предыдущих поколений художников, которые научат их писать разные красивые шрифты. Выражать себя в этих шрифтах. Историю искусства, и общаться в коллективе, делать совместные работы. Примерно вот это так. А вот технически это будет выглядеть так, что на первом занятии они будут рисовать скетчи. Скетчи — это наброски, это листок бумаги, карандаш. А я уже думал, прямо на стенах. Я тоже уже сразу... Это же сразу баллончики, думаешь? Нет, ну, как раз мы от обратного. Мы идем от обратного. Мы идем от обратного, чтобы, как у нас рассказывал прекрасный наш преподаватель взрослой из-за студии Денис Ермак. Он рассказывал, что когда он учился в Репину, в Академии Репина, в Петербурге, им два года не давали краски. Они рисовали только простыми карандашами. И вот два года. Рисунок ставили. И вы знаете, когда смотришь на его работы, ну, понятно почему. Потому что, конечно же, свобода выражения — это главная составляющая. Но не менее составляющая. Главное для художника — это его технический уровень. И вот мы хотим, чтобы люди научились мыслить, думать, знать историю, направление, в котором они хотят развиваться, и технически быть подкованы карандашом, баллончиком, маркером, чем угодно. Ну и чтобы впоследствии наш город и любой другой город не украшали, не портили исторические здания и делали, соответственно, жизнь нашу лучше. Ну и общались. Там же ведь важно, в общем, в этой культуре, в стрит-арте, когда месседж, послание художник оставляет на улице, который считывает проходимцы и понимает... Ну, проходимцы. Хороший, хороший термин. Прохожие, да. Прохожие, да. И он что-то важное для себя понимает. Идя куда-то там на работу или куда-то еще, и вообще может передумать. Вы знаете, вот был такой момент, не помню, у кого я читал, что, значит, преступник шел на дело, шел мимо храма, и как-то вот волны храма, энергетические, может быть, пусть это эзотерическим языком звучат, или колокола, настолько на него подействовали, что он передумывал эти преступления, развернулся и вообще не пошел. Занялся другим. И у вас будет функционировать эта школа в течение всего года, там будет какой-то набор, да, правильно понимаю? Да, все верно. Завтра презентация. Очень большой запрос был. Очень много мамочек, которые приводят своих детей, говорят, ребенок хочет, дайте. И мы вот решили... То есть выйти, может быть, за границы какой-то традиционной художественной школы, может быть, даже те же ученики художественной школы, но хотят попробовать себя... Расширить, так скажем. Да, в какой-то новой, да, новом жанре. Все-таки баллончики, это же быстро, да, это фаст искусства, такое быстрое, быстрый месседж, быстрая передача информации, это как дает адреналин. И, собственно, это вот разово, да, исправить-то уже ничего нельзя, все, вот ты сделал штрих, и все, уже есть. Я смотрю, у вас по времени оно долго продлится. Или тут какое-то мероприятие упущено между 11 и 17 часами? Нет, там 2 часа примерно. 2 часа. Ну, 2 академических часа примерно. То есть это будет вот из погружения в культуру, история граффити, стрит-арт, как появился. Потом будет практика, это будет рисовать ребята карандашом скетча, наброски. До баллончиков, наверное, не дойдем, потеплее будет, дойдем. Но художник порисует, да? Но художник сам порисует, конечно. Да, он покажет мастер-класс. Сначала ученики, я считаю, что они должны смотреть. На улице порисуем тоже. Сначала смотреть, а потом уже пробовать. Потому что если сразу и пробовать, и смотреть, не запоминается материал. Ну, вы, Дмитрий, такие серьезные задачи тут озвучили, да, прям такими словами. Я думаю, что раз ребята будут, в том числе молодые, да, как-то информация будет переработана под их возраст, да, видимо? Да, конечно. Не загрузят их, чтобы они так ушли, остолбеневшие. Это задачи, как образовательные задачи были озвучены. А, конечно, реализация их будет, наверное. Ну, первый опыт это тег, это свое имя. Напиши красиво свое имя. Дима Митч уже, мы уже делали совместные события, и он успел, я думаю, получить очень хорошую обратную связь от детей, от подростков. Вокруг него собираются дети, и всем интересно. По крайней мере, вы знаете, показатель того, что никто не уходит с занятия, хоть оно и бесплатное, это уже хорошо. Так, далее идем по программе. И в 17.00 будет торжественная часть поздравлений написано. Ну, все-таки у нас вечеринка, поэтому мы... Суббота, первое апреля. Мы желаем всем дать это спаться и порагуляться, а потом прийти к нам. Кто может прийти, посетить эту торжественную часть? Кто угодно. Мы приглашаем всех. День рождения, когда друзей приглашаешь, там вход бесплатный ведь тоже. Ну, конечно. Подарки по желанию. Но желательно. Да, да. Не обязательно. Приглашать с подарками. День рождения все-таки, да. Далее у вас начнется знакомство с теми проектами, которые сейчас проходят в Городии. Да, Наташа может рассказать про проект «Мы». Проекты, то есть это будут экскурсии, это будет презентация из-за студии взрослой. Наш преподаватель новый Наталья Литвинова, художник из Казахстана, хочет, в общем-то, поделиться своим сокровенным, своими знаниями, с новыми адептами современного искусства. И, конечно же, выставка молодого искусства — это всегда много вопросов, да. Молодые художники, они выражают какие-то новые скрытые смыслы или, наоборот, делятся чем-то своим запредельным, да, то, что им хочется выразить. И вот это всё можно будет услышать не только от экскурсовода, но ещё от самих художников, которые тоже сами придут. И это будут и кураторы, тоже молодые кураторы. И это будет, я думаю, что интересно из первых уст услышать о произведении. Молодые художники, уточним, наши они все, да? Наши ребята, в том числе из художественного училища. Вообще, вот проект, если отдельно говорить про выставки, проект «Мы», экскурсия, начнётся в 17.30, вход бесплатный. Будет её вести один из организаторов и художник проекту, у которого представлена картина. На самом деле, вот мы, взрослые люди, я считаю, всё уже таким достаточно взрослым человеком, можем быть косноизнечными, в чём-то себя ограничиваем, но как-то говорим предсказуемо, слухо, неинтересно. А художники молодые, слушайте, вот я слушаю, я настолько восхищаюсь, и меня это настолько радует, то, что они такие, какие есть, они рассказывают ситуации, которые с ними происходят, у них есть мечты, у них есть энергия действовать дальше, менять мир, менять искусство. Поэтому очень приятно и полезно будет. То есть очень мало конъюктуры, конечно, в этих произведениях. Посмотреть и пообщаться с художниками молодыми. Все такие очень настоящие. А работы, которые отбирались на эти выставки, это были какие-то работы, написанные ими самостоятельно, в свободной, или это было в рамках их учебной деятельности и по заданию? И так, и так. Вообще там существует комиссия, выставка. Кого как получила. Которую представляют Максим Наумов, Татьяна Тимкина, Игорь Сметанин, Вадим Русских. Это люди уже художники с опытом большим, авторитетные. Они выбирали экспозицию. Хочу отметить, что на открытии интересный приехал мужчина в годах. Он приехал в Германию, сам член Союза художников в Омск. И увидел выставку, кем-то чудом пришел. И настолько восхитился работами. Он час, наверное, хвалил ребят. И восхищался качеством работ, техникой, культурой. И сказал, что вы прекрасны, вы молодцы, не теряйте технику. И сказал, что очень много работ на сильных. Я сейчас не рекламирую, я рассказываю из его слов. Один из случаев. Ну, просто впечатление гостя. Впечатление гостя. Художника причем. Тоже профессионал. Знаете, когда художник хвалит художника, особенно взрослый художник молодого. Молодого, да. Это надо заслужить. Еще из Германии и хвалит художников. Я сказал, что в Германии сейчас уже так никто не рисует, он сказал. Да, то есть все равно европейская школа это другое. А вот наша русская школа, нашего русского реализма. Даже пускай она уже несколько более авангардная стала, потому что молодежь, конечно. Но, тем не менее, вот этот костяк, он остался. И училище Рылова, оно продолжает вот эту традицию. Сколько всего работ входит? Вообще около 50 участников. Более 100 работ. Живопись, графика, прекрасная керамика Рома Портова, сына уважаемого мастера Ирины Зелянина. Надо ее видеть. Работ на память не скажу. Но 50 участников и 5 регионов. То есть это Архангельская область. Ребята из Петербурга прислали несколько работ. Это Удмуртия, это Коми и Кирская область. Ну, я уточню, не только сегодня, не только завтра, собственно, можно посмотреть эти экспонаты в рамках выставки «Мы», выставки молодого искусства. А вообще выставка будет работать еще до 23 апреля, смотрю, на сайте галереи прогресса указана. Так, хорошо, время идет. Нам надо двигаться далее. У нас еще там будет экскурсия еще по одной выставке. Продолжается программа. Это Наташа учащая. День рождения. Да, экскурсия по выставке «Save Space». Это выставка куратором, который является Алена Алексеева из Белгорода, а художница из Омска, Алена Шапарь, которая создала вот то самое сокровенное пространство, которое назвала «Save Space», которое каждый ребенок с детства создает сам себе. И фактически это такое пространство души. С помощью техники тай-дай, это японская техника окрашивания ткани, она создала такие ткани, где она еще их и расписала. И вот она там как раз передает те месседжи, которые она пронесла через свою жизнь. И сейчас они, так скажем, выражаются вот в этой экспозиции. Там очень много каких-то таких интересных тем, которые я расскажу. Например, произведение «Теплые колготки», где изображена батарея, и висят колготки реальные. А вот смотрю, честно, этот снимок как раз на сайте галереи. Да, да, да. И то воспоминание, то есть это когда бабушка одевала в дорогу всегда теплые подогретые колготки, чтобы еще какое-то время можно было вот это сохранить тепло дома. Вот как удалось привести куратора и вот эту работу в город Киров? Здесь как раз вот та история про то, сложно ли сделать выставку в галерее современного искусства. Нет, нужно просто начать делать. Написать вам? Написать, да. Написать и получить отклик позитивный или вообще просто тишину. Потому что мы тоже сами ведь сотрудничаем с галереями, кому-то пишем, кто-то просто не отвечает. Ну не до этого, все понятно. Но есть галереи, молодые галереи, например, как мы, еще в общем достаточно молодые и готовые предоставить площадки под нестандартные проекты. Конечно, возможно, в них нет какой-то маржинальности, да. Работы с выставки сложно такой продать, да, или сделать что-то такое именно вот коммерческое. Но, тем не менее, все равно интересно, поскольку мало инсталляции на вятке, мало каких-то вот таких интересных проектов, связанных именно вот с современным искусством. Поэтому захотелось бы представить. Куратор приезжала, я помню, да, она читала очень интересную лекцию, которую, мне кажется, у нас тоже в Кирове эту тему никто не поднимал. Это почему картины так... Из чего складывается стоимость картины? Почему картины стоят, там, такие миллионы, например? Вот. Потрясающий был рассказ. По-моему, видео у вас в группе ВКонтакте еще можно посмотреть. Всем рекомендую к просмотру. Кто еще задается вопросом, почему вот этот квадрат купили за, там, несколько миллионов, например? Все верно, да. Вот как раз с удовольствием тоже послушали лекцию Алены Алексеевой. Это блог «Арт-фанатка». Тоже подключайтесь к ней, она пишет много про искусство. Тем, кто хочет продвигаться в искусстве, художникам, полезно ее послушать. В Бакистейн в Москве. И она, наверное, один из спикеров была «Арт Москвы» крупного фестиваля. Да, сразу почувствовался. Уровень чувствуется. Да. Я поэтому всем рекомендую послушать и подписаться. Да, «Арт-фанатка» я именно так и сделала. Не хватает лидеров вот таких. С опытом еще. Мы вот кураторов, которые готовы вот реально быть арт-фанатами. Понимаете? Вот не хватает таких людей. Поэтому мы их поддерживаем. Нам пришлось и... Настолько был интересный материал. И мы, художники, в общем, сдвинули лекторов на час, чтобы предоставить больше времени. Вот полезная информация, которую предоставила Алены. Далее в программе «Арт-медитация». Мне хотелось бы вот примерно... Что за чудо такое? ...расскать коротко о том, что вот выставка «Мы» — это все-таки современное искусство. А «Space Space» — это все-таки я бы это отнес к жанру актуального искусства. И очень хорошо, когда к нам приходят люди, мы их направляем в зал выставочного пространства «Мы» — выставки. А потом после этого провожаем как раз вот выставки омского художника Алены Шапарь. И некоторые приходят, ну, кто-то боится заходить, хотя там ничего страшного нет. Кто-то не понимает, начинаешь... И очень важно рассказывать про современное искусство. Когда ты начинаешь рассказывать концепт, у людей появляется улыбка, внутренние переживания. Вот оно что! Вот в чем тут вопрос, да. И про прошлое и настоящее. Вот как раз можно в хронологии отследить современное искусство, переход к актуальному искусству. Кто-то, если хочет видеть разницу, приглашай. У меня там одна из любимых вещей называется «Токсичный чемоданчик». Чемодан открыт, там куча фраз, например, там «Помой особую посуду, тут тебе не Старбакс». Это то, что говорят бабушки и родители... Ну, понятно, да, такие штампы такие уже, да, устоявшиеся. Да, штамп, он... Это чемоданчик токсичный, наполнен штампами. Еще он название имеет «Токсичное приданное», как бы, так, девушка. Она художник-девушка. Токсичное приданное. Но прикол в том, что можно его закрыть, чемоданчик, и про это забыть. Ну, такой психологический прием, да, использовать. Ну, так что же такое все-таки арт-медитация? Это под руководством Ариши Андреевой. Это тоже еще один лидер. Вот как раз недавно к нам приехал из Москвы. А родился также вот здесь у нас в Вятке. Также поучилась, да, она в школе современного искусства у Бакштейна. И решила вот нам предложить, и мы поддержали тему арт-медитации. Вот, например, вы за студию взрослую. Вот кто идет, да? Тот, кто, ну, в общем-то, уже примерно готов что-либо нарисовать. А вот на арт-медитацию могут прийти те, кто готов просто рисовать без какой-либо темы, да? То есть это... То есть задача не создания художественного произведения, а задача такая больше психологическая. В общем, как можешь. Да. Линии, окружности, да, все что угодно, все что угодно. В чем разница тогда между арт-терапией и арт-медитацией? Мне кажется, это очень близко. Это и то же самое, да. Это арт-терапия, арт-медитация. Просто как она проходит, да, вот каким-то образом, например, в данном случае это будет определенная музыка включена, да. Возможно, какая-то некая практика расслабления предыдущая, да. И вот уже потом работа с красками, с бумагой, и далее обсуждение, чаепитие. В общем, приятное времяпрепровождение для всех, кто хочет рисовать, не важно как, не важно что, лишь бы просто использовать краску, бросать ее на холст, на бумагу и вместе вот, вместе все порисуем. Материалы все дадут, все дадите, ничего с собой не нужно нести. Только себя приносите и будем вместе рисовать. Мне нравится, когда напрямую, и со слов, собственно, куратора, если вы не против, пару абзацев почитаю, что такое арт-медитация. Практика арт-медитации – это проработка внутренних ощущений и переживаний через творчество. Возможность уделить внимание своим чувствам, мыслям, глубинным переживаниям, освободиться от негативных эмоций, конструктивно проживая их, выплескивая на бумагу. Помогает обрести гармонию и стабильность внутренней покой. Всем нам это очень нужно. Ну, я думаю, сейчас в середине весны уже почти работы могут яркие такие достаточно интересные получиться, потому что переход с холодного времени года на теплое – это выплеск такой психологической энергии, да? У кого-то даже чересчур она плещет. Ну, это такое предположение. Мы только уточним, что всем, кто желает поучаствовать в арт-медитации, необходимо записаться по ссылке, которую можно будет найти на сайте галереи прогресса. Ну, запись, я так понимаю, она не только на арт-медитацию нужна, но и на все вот эти блоги, которые можно... Записи уже все просто закрыты буквально, они закрыли за несколько часов после публикации, поскольку много желающих быть в искусстве, так же, как и мы. Это потребность, да? Обратите внимание, да? Поэтому тот, кто не смог записаться, приходите, посадим вас на пол, галерея большая, что-нибудь да придумаем. Центр современного искусства галереи прогресса, напоминаю, находится на Горько В5, да. Зайдите, все-таки еще рекомендую, на сайт, подробно обо всем можете там прочитать, посмотреть, ссылки эти увидеть, я думаю, будет небесполезным. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, полтора минуты, затем озвучим список призов, которые у нас сегодня есть, и начнем розыгрыш. Так что, гости, готовьтесь задавать вопросы. Создатели галереи прогресса Дмитрий Шиваев и Наталья Пышко сегодня у нас в гостях в культпоходе. Сейчас быстро озвучим призы, которые у нас имеются, и будем разыгрывать. Да, мы разыгрываем пригласительные билеты в кинотеатр «Дружба и смена», пригласительные в Вятскую филармонию на концерт 150-летию Сергея Рахманинова, Олег Венштейн и Вятский губернский симфонический оркестр, воскресенье 2 апреля в 17.00, ограничение 12+. Пригласительные билеты в театр «Нас Паской» на спектакль «История одного преступления» 8 апреля в 18.00, ограничение 16+. И также книги от магазина «Читай город» Терри Аболевич «Сны снежно-ягодника» 16+, Ком Тойби «Волшебник» 18+, Ася Володина «Протагонист» 18+, и Александр Соколов «Ученые скрывают мифы 21 века». Эти и другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. И, конечно, уже у нас есть сегодня билеты пригласительные от наших гостей галереи «Прогресса» на выставку «Молодого искусства. Мы» ограничение 6+, и проект «Сэйв Спейс» 6+, также ограничение. Да, напоминаю, что до 3 апреля будет продолжаться «Сэйв Спейс» выставка, и до 23 апреля выставка «Молодого искусства. Мы». Имейте в виду. Дмитрий, вопрос нашим слушателям. Я думаю, что несложный. Так. Я могу чего-то не знать. Может быть, что-то существовало, кроме нас, и галереи. То есть у меня вопрос, опять же, отсылка к современному искусству. Какая в Кирове, в Вятке существовала галерея современного искусства? На слуху и на виду их, в принципе, мы. Как называлось? Как называлось, да. Ну, то есть мы, то на слуху. Мы могли кого-то не видеть и не знать, может, еще существовало, да. Ну, где... Работающая с выставками. Работающая с выставками, с продажами даже успешными. Ну, подсказка в 90-е годы. То есть сейчас она не существует? Нет, она существовала не очень долго. Ну, мы там с Натальей приходили, ну, я, по крайней мере, в воспитание. То есть мы посещали эти выставки. А, посещали. Школа, да. Мы посещали, потому что было очень интересно. До сих пор это... Есть определенные переживания. Не послужило, может быть, отчасти толчком. Один из пунктов... А вопрос, где она находилась или как она называлась? Нет, где она находилась. Можно и где она находилась? Где находилась, как называлась. Это уже дополнительное, может быть, пояснение. 211-101, номер прямого эфира. Звоните. В 90-е годы в Кирове. Популярная площадка, да, так скажем. Достаточно. Для современного искусства. Для современного искусства. Первая галерея современного искусства в нашей области. Школа. Давайте подсказывать будем, что там, например, было. Ну, Федя Ширяев там выставлялся. Там были прекрасные выставки Федя Ширяева. Там были перформансы на тот момент уже достаточно такие... Смелые. Смелые, да. Скандальные, я бы сказал. Вот. Концерты музыкальные. Известных артистов. И наших с вами знакомых тоже. Сегодня. То есть... Фотографии сохранились. Фотографии. Да. То есть разнообразные виды искусства, творчества были представлены. Конечно. Там все современное искусство. Давайте принимать. Алло, добрый день. Как вас зовут? Добрый день. Меня зовут Игорь. Игорь. Ну, давайте вспомним. 90-х... Хотел ответить вопрос, значит, где там современное искусство. Да. В 90-х годах. Популярное в 90-е в Кирове. Да. Я только знаю диораму. Что-то не приходит на... Ну, что... Диорама все-таки это классическое заведение. Да. Ну, возможно, в 90-х там что-то было. А мы не знаем. Мы можем что-то не знать. Были выставки такие интересные, я ходил. И только эта репродукция. Есть еще варианты? Нет. Именно выставки современных художников в Пятке были тогда на тот момент. Тоже своего рода тех, кто не мог выставляться, например, в государственных выставочных залах, галереях, поскольку был не признан. В частной структуре, получается? Да. Да, это галерея. Первая галерея. Первая галерея современного искусства в нашем регионе. Наверное, какой-нибудь... Это как у нас сейчас гостиница какой-нибудь. Нет. Она... Да можно подсказать. Она называлась фамилией художника. Фамилия художника. Основал ее художник. А, в этом, значит, получается, где у них там художники-то? Нет. Чарушник такой? Ну, что вы. Нет. Нет. Так, давайте мы следующего все-таки будем слушателя ждать. Да, не получилось, как ни подсказывали, не выходит. Да, у нас цветок каменный. 211-101. Звоните еще, остается у нас буквально пять минут. Еще раз напоминаем, вопрос. В 90-е годы в нашем городе очень популярная площадка для показа современного искусства в различных его проявлениях, выставке, концерте и так далее. Сколько времени-то уже прошло? Боже мой. 20 лет. Больше 20. Больше 20. Да, собственно, да. Ага, подсказывает нам звукорежиссер, что у нас времени остается все меньше и меньше. Три минуты даже у нас остается. Еще сейчас будем звонок принимать. Видим, что наш редактор Анна приняла. Алло, добрый день. Добрый день. Да, как вас зовут? Меня Ольга. Без повтора вопроса, Ольга, отвечайте сразу. Можно это музей Бузнецовых? Нет. Как-то сегодня вот мы, да. Музей это музей, это частная галерея. Я же, давайте, смотрите, хотите вернуться в прошлое, едьте в Киров. Мы хорошо знаем свое прошлое, но плохо знаем современные искусства. Ну, подсказывается, но хочется, чтобы хотя бы один-то что-то. Может быть, в каком здании находилось где-то? В каком здании, это, значит, улица Комсомольская. Там рядом находится магазин Охотник. И сегодня он там есть. Дрожников? Нет. Вот прямо соседняя стенка с магазином Охотник. Даже не столько важно место, сколько название галереи. Я могу назвать первую букву фамилии именем, которая названа галерея. Ну? Буква М. М. Вот кто в теме, они должны отказать. Отгадать, потому что много людей, которых я знаю, они знают, что это. Помнят. Помнят, да. Просто я в знак уважения этому проекту хочу, чтобы о нем узнал. Вспомнили хотя бы за себя. Людей вспомнили, просто в знак уважения и благодарности. Ну, люди из арт-сообщества точно знают. Ну что, фамилия на букву М. В то время к нему был причем. Фамилия художника. Да, фамилия художника. М. Да. М. 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 Третья. Первое слово. Третья. К. Макеев. Нет. Нет. Четвертая говорит. Третья. Третья. Нет. Говорите. А то не четвертая. Макеев. Макеев. Еще кто-то может. Последнюю букву. Нет. Макеев. 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 Макеев знает об этой героической галерее. Вспомнили. Вспомнили. Много было интересно. Макеев. Ладно. Выпытались, что называется. Да. Не кладите, пожалуйста, трубку. Вас нашему редактору передадим, чтобы вы выбрали список. Вернее, не список, а тот конкретный приз из списка. У нас остается буквально минутка, даже меньше. Еще раз напоминаем, что завтра галерея прогресса будет праздновать свой 13-й день рождения. Горького 5. Приходите. Начало в 11. И несмотря на то, что, как сказала Наталья, уже по регистрации там все уже забито прям плотно. Все равно приходите. На мастер-классы. Да. Закрыта регистрация. Можно приходить, смотреть. Можно на участие. Это вот, что ты будешь прям с краской сидеть, да. Но можно же посмотреть, а потом уже прийти на занятия. Еще раз с днем рождения. Спасибо большое. В таком случае, да. Что позвали и так мило поговорить. Спасибо большое. Реализации самых смелых вам планов. Успешной реализации, я имею ввиду, больших перспектив. Идеи, вдохновения и так далее. Идеи, вдохновения и так далее. Грантов в том числе и так далее. Да, на этом сегодня культпоход завершается. Спасибо. Всего доброго. Спасибо вам. Благодарю. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Утром КУТruption